День рождения – приятный праздник, особенно когда этот праздник отмечает популярная телепрограмма. В мае старейшим автомобильному телепроекту «Автопанорама» исполняется 10 лет. Более 600 выпусков, несколько тысяч проведенных тестов, сотни автомобильных премьер и десятки интервью с дизайнерами и конструкторами техники. Кроме того, первый в Беларуси лонг-тайм-тест на 15 тысяч километров. Все это – «Автопанорама». Все мы мыслим коллективно и работаем над какой-то проблемой, или решаем эти проблемы, мы решаем коллективно вместе. Это одна большая дружная семья. И работать в этой программе – это одно удовольствие. Создавалась программа на голом энтузиазме. Во-первых, 10 лет назад крайне сложно было найти журналистов, пишущих об авто и разбирающихся в них. Еще одной проблемой стал поиск машины для тестов. Помню, мы даже съемки делали на моей машине, ничего не было. Договорились, первый тест на аэродроме Минск-1 были разочарованы в том, что нас не пустили на аэродром. Мы думали, конец, все, мы не сможем делать программу. Но мы сделали, а на аэродром так и не выехали за 10 лет. Вдумчивый и рассудительный пилот Вадим Овсянкин и обаятельный штурман Павел Мурашко. Уже пятый год бессменный экипаж «Автопанорамы». Вадим Овсянкин – один из тех, кто стоял у руля, когда программа только создавалась. А Павел, прежде чем появиться по ту сторону экрана, долгое время оставался постоянным и довольно строгим зрителем программы. Я сразу написал продюсеру дневное письмо, что ерунду вы какую-то делаете. И так судьба сложилась, что теперь это делаю я. Сегодня на счету Павла полсотни тестов. И теперь он сам получает отзывы о своей работе. Самый-самый запоминающийся. Ну вот танк запомнился очень. В случае опасности командир танка должен быстро и очень ловко запрыгнуть в люк, задравить его. И уже оттуда из башни наблюдать за ходом боя через специальное устройство. У меня быстро не получается. Потрясен мужеством танкиста. Просто находиться внутри танка – это уже большой шок. Испытание для обычного человека. Коллеги танк запомнился, он в армии не служил. Поэтому для него танк остался. Впечатления после тестов остаются не только у Павла. На 8 марта ребята подготовили для редактора Екатерины подарок. Устроили девушке по катушке на восьмитонном тягаче. Это было очень необычно для меня рулить большой грузовой машиной. Это потрясающее ощущение. Я боялась, что у меня не получится. Но, к счастью, все прошло хорошо. И к чему волнение, когда рядом такие мужчины? Они всегда готовы помочь хрупкому редактору. Верение времени. То есть появляется все больше и больше прекрасного пола за рулем. Поэтому почему бы нашему редактору, который имеет права, который прекрасно водит автомобиль, участвовать в тестах. Высказать свое мнение женское. И мнение. Это интересно, если женщина за рулем. Они интересуются, какое мнение женщины. Да, конечно, не всегда, может быть, я разбираюсь в каких-то технических моментах. Но я не стесняюсь попросить помощи у ребят. Они всегда рады мне помочь. Не останавливаться на достигнутом. Всегда искать что-то новое. Ряда, которым руководствуется эта автомобильная команда. Новый сезон года и новый джингл. Эксклюзивные кадры со съемочной площадки. Утро. А команда «Автопанорама» уже готова протестировать очередную автомобильную новинку. В приоритете у создателей программы – интересы зрителей. Внутри – неугасаемая любовь к технике. А потому тестировать машины они готовы бесконечно. Я машинами очень давно увлекался. Еще даже когда мне 18 лет не было и прав не было. Это моя страсть, это мое хобби. И поэтому, видимо, наверное, это желание воплотилось в «Автопанораме». Сергей подумать не мог, что когда-нибудь любовь к лошадям, пусть и железным, приведет его на голубой экран. И теперь этот парень – профессиональный тест-пилот. Первоначально, конечно, сложно. Потому что когда человек, например, не работал в кадре, камеры некоторые боятся. Плюс отвлекаются дороги. Да, это бывает сложновато по первоначалу. То ли действительно раз в год и палкой стреляют, то ли мы своими вопросами накликали беду. Но едва закончилось интервью, выяснилось, что тест-драйв продолжать уже невозможно. Пробито колесо. Бывают такие случаи, когда непредвиденные обстоятельства задерживают процесс съемки. Сейчас мы каким-то образом, непонятно где, пробили колесо. Ни один тест не обходится без пикника на обочине. Мудрым пользуйся девизом – будь готов к любым сюрпризам. Пробили колесо, как это дело не обмыть? Разумеется, чаем. Это, кстати, первое пробитое колесо за последние пять лет. Хотя курьезы случаются довольно часто. Когда мы только начинали писать программу, я помню, ехал на своем автомобиле, и у нас цена была оценщики. Кто такие оценщики? Эти люди, которые оценят автомобиль после аварии. Когда я сказал эту фразу, в зад мне въехал, не мне, автомобилю. Въехал дедушка на автомобиле. И как раз в этот момент, я помню, вышли, у него трясутся руки, кто-то говорит, давай снимай. Я говорю, не надо снимать, он сейчас умрет. Но вот такое сочетание получилось, что мы оценили ущерб, нанесенный моему автомобилю. Очень сложна и специфична работа нашего оператора, потому что бывают всякие ситуации. Вот как раз-таки недавно он выпал из багажника. Мы усадили его туда для более эффектной съемки, и водитель просто рисковато стартанул, и оператор выпал. Утро с автомобильной программой провели Дарья Коваленок, Андрей Зарецкий. Студия. Хорошего настроения. На сегодня это все. Я пристегиваюсь. Причем не только когда за рулем, но и когда сижу на заднем сидении. Я надеюсь, что программа доживет благополучно до следующего билея. До свидания и удачи на дорогах. И соблюдайте правила дорожного движения. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова